Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе утро! Из Киева Продолжаем изучать Тору, Пертея, вот Кто с нами, тот с нами Кто не с нами, тот против нас Это так в Харькове мы учили когда-то В молодости Если с нами, с нами Не с нами, значит против нас Хотя можно сказать, что не с нами, не с нами Но тут весь вопрос Как ты подходишь к вопросу Это очень важный вопрос, например Если человек не соблюдает заповеди Он злодей Или он просто человек, который не соблюдает заповеди И тут есть категории Все очень в этом мире Не черно-белое А все На полутонах, на оттенках Как говорил царь Соломон Нет цадика, который бы не согрешил То есть есть цадики, которые И нет злодея, наверное, который бы не сделал бы Ничего хорошего То есть любой злодей, он тоже что-то делает И Интересный еще момент такой Что между цадиком Между праведником и злодеем Разница может быть в одну секунду В одну секунду человек может Из праведника превратиться в злодея И из злодея в праведника Как Сделать шву Например, был злодей И он был такой злодей-злодей И тут он в какой-то момент говорит Все, надоело мне мое злодейство Хватит Не буду больше злодеем Буду цадиком Только теперь буду все соблюдать Буду все прямо конкретно стараться И он начинает с этой секунды Действительно соблюдать и стараться Одну секунду он соблюдает Вторую Третью Все, он цадик Он цадик То есть он бывший злодей, который раскаялся И пока он не сделает опять злодейский поступок Все это время он цадик Причет цадик Очень высшего уровня Написано Там, где стоят болеть шува Там, где находятся Раскаившиеся Те, которые Ну, пришли к Богу Там цадики не стоят Потому что Почему? Потому что он преодолел Свою тягу козлу Он преодолел Там очень много всего И ему почет и уважение За это Теперь, значит А как может цадик стать злодеем Не дай Бог Тоже очень просто Вот он был цадик Потом прошло какое-то время И он думает Эх, думает Хватит мне быть цадиком Думает он Надоело Буду злодеем Буду злодеем Он не говорит так Буду злодеем Он просто Делает какие-то действия Есть известная история Как четыре 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 написано Поднялись в Пардес Пардес Это место высшей Высшей Мудрости Связи Связи со Всевышним То есть Пардес Это когда есть у человека Полное понимание всего Пша Тремес Драш Сот Четверо поднялись в Пардес Раби Бен Зама Бен Закай Бен Зама Бен Закай Юшуа Этот не Юшуа Илиша Бен Навуа И Раби Акива И значит Они вчетверо поднялись И что произошло Один умер Он оторвался от земной реальности Просто он своей мыслью поднялся в этот духовный мир И прервалась связь между его я и его телом Его низшими частями души Порвался этот лучик И он Умер Там и остался Второй Он Ушел туда Вернулся обратно И написано Сошел с ума Он уже не смог В этом мире У него Произошел какой-то там Клик И он уже не смог Собрать вот эту картину мира Что значит Человек сошел с ума Мы не ценим Что у нас все понятно Что ты живешь И у тебя мозг выполняет Миллиард операций в секунду Без твоего вообще Знания и согласия Как это происходит И у тебя все Тут перевод идет Синхронный перевод Все понятно Все отслеживается Иммунная система Там мозг всем управляет И мы это не ценим Типа ну нормально Да Да я проснулся Да я помню Что было вчера Да я планирую на будущее Да я помню Всех людей С тем я общаюсь Это нормальный человек Он это не ценит А на самом деле Эта система У нас компьютер Он ломается Через день Зависает Перезависает Программы надо обновлять Что-то с тем С чем-то не связывается Там конфликтует Все А мозг не конфликтует Мозг работает То есть Представляете Насколько Это великое чудо Что человек Интеллект Ну интеллектом Он вообще управляет Так Второй из тех Кто поднялся В этот высший уровень Духовный Пардес Он вернулся Обратный Зашел с ума Он уже Обычный мир Не воспринимал То есть У него какая-то Была С точки зрения Обычных людей Он был сумасшедший Теперь Значит Третий Илиша Бен Авоа Илиша Бен Авоа Илиша Его звали В общем Ахер Его после этого Назвали Другой Он вернулся И отошел От Торы Удивительная вещь Вернулся Вернулся Он и отошел От Торы Как такое может быть Человек Который поднялся В Пардес И вот так Илиша Бен Сейчас Что-то выскочило У меня Видите Сказал Что мозг Надо оценить Илиша Бен Сейчас я вам скажу Его называют Бен Абуя Почему-то здесь Написано Бен Абуя Но мне кажется Что он Не Бен Абуя Бен Абуя Все-таки он Илиша Бен Абуя Витебедия Говорит Что это был Третий Еврейский Мыслитель Третьего И четвертого Поколения Эпохи Танаев Он жил в первом-втором веке Нашей эры И за свои взгляды Значительно отличающиеся От учения других Талмудистов Прослыл еретиком И вероотступников Получив прозвище Ахер Ахер это другой Вот так вот И значит Этот Илиша Бен Абуя Абуя Он Вернулся оттуда И отошел от Торы И только Раби Акива Поднялся высоко И вернулся Обратно Вернулся с миром Значит О чем это говорит Что Могут Даже люди Которые изучают Тору Глубоко И настолько глубоко Что они даже Поднимаются К небу Они могут Совершенно у них Может Съезжать Мировосприятие И всегда Есть свобода выбора Представляете Всегда Есть свобода выбора Всем шалом Кто только что Подзошел Все А мы двигаемся Дальше Изучаем Пертеевод Потому что Не Пертеевод Мы изучаем Мишли Притчи царя Соломона Потому что Вот здесь Нам он передал Царь Соломон Как вся система работает Все вопросы Веры Мышления Психологии И так далее Все здесь есть Значит Мы дошли В прошлый раз До девятого отрывка Восьмой Девятый отрывок Был о том Что есть Четыре категории Людей Есть Наивный Это человек простой Такой односложный Есть Есть эмоциональный Такой весь Который не управляет собой Есть Насмешник И есть И есть Злодей Четыре категория И Значит Наивный С ним проще всего То есть ему даешь Информацию Даешь Какую-то вот Путь Торы Он идет по пути Торы Не путь Торы Он идет не по пути Торы То есть он такой простой человек Организованный такой И Ему в принципе важно только то К какому источнику знания Он прикрепится Если ему повезло Он прикрепился к Торе Все Его жизнь удалась Он спокойно себе живет Уходит в следующий мир Зарабатывает себе Это Это очень хорошая позиция То есть если в обычной жизни Быть простым человеком плохо Потому что Их считают Да простак Почему Вокруг все обманщики То в мире Торы Наоборот Простым человеком быть хорошо То есть все честно Все хорошо И так далее Теперь Тот который эмоциональный Такой Который Хасер Лев Не управляет собой Ему сложно Потому что у него Даже его же знание Которое он сам себе говорит Он не может это знание применить У него есть конфликт Между рациональной частью И эмоциональной частью И когда есть конфликт Между рациональным И эмоциональным Эмоциональное это Мозг млекопитающего А рациональное Это человеческое Неокортекс То даже те знания Которые он решил сам делать Вот он сам себе решил Все Я буду делать Говорит себе человек Который эмоциональный Потом Нет Не хочу Не буду делать Потом Нет Ну мне же надо делать Нет Опять Не хочу Не буду делать Потом, все, мне все надоело, буду делать. Потом опять не буду делать. Это называется Хасер Лев. Тот человек, который не управляет своим сердцем. Значит, третья категория, насмешник. Он со всего смеется. Ага, делать, ага, не делать. Тора, не Тора, знания, не знания. То есть он все высмеивает. Для чего? Тогда он циник такой. И тогда, в принципе, ему как бы сделал он, не сделал он. Ему все равно. Ему главное посмеяться. И четвертая категория злодей. Он осознанно идет против Торы, против Бога, против добра. Он такой злодей. Теперь дальше. Мы дошли до того, что если ты будешь увещевать злодея или насмешника, тебе же хуже. То есть если ты пытаешься злодея или насмешника приблизить к Торе, у тебя не получится. И ты только на себя еще хуже сделаешь. А если ты будешь мудреца или праведника приближать к Торе, увещевать, даже критиковать, то ему это все поможет, и он тебя будет любить, потому что он уже находится в мире мудрости и в мире добра. И для него поэтому весь мир, он его все равно внутри перерабатывает в добро. И даже если ты его критикуешь, он радуется. Он думает, ну классно. Понятно. То есть, представляете, насколько счастливые люди, праведники и мудрецы. Теперь дальше. Десятый отрывок. Вот мы сейчас дошли до десятого отрывка. Тхилат хахма ират ашем. Ведаат к душим бина. Значит, написано так, что начало божественной мудрости, страх перед Богом. Ведаат к душим бина. И познание святых разумение переводят или логика. Давайте еще раз разберемся. Разберемся, как работает вся система. Вопрос Терува Насмешникова остался открытым. Значит, вот я отвечу Борису Малярову. Я в тот раз обещал вчера, но не ответил. Вот есть насмешник такой, да? Значит, ты к нему не обращайся. То есть ты, потому что, когда ты к нему обращаешься, направленная на него попытка повлиять на него, она у него вызывает однозначную реакцию, он ее высмеивает. Но, когда ты хочешь, чтобы он услышал, есть в пасхальной Агаде, есть четыре сына там было, да? Был сын, сын наивный, который не может даже спрашивать, не знает, как спрашивать. Был сын Хахам. Энэдэ Лешоль. Наивный. Сейчас, секундочку. Злодей Хахам. Был сын наивный злодей. Мудрец, умный и который не умеет спрашивать. Четыре сына. Четыре сына там есть, да? И там говорится, когда злодей говорит, что это у вас за служение такое, да? Чем вы тут сели вот с этим Песахом там, вот эту всю историю вы, исход из Египта, что это вы все рассказываете? Написано, ты ответь ему так. Значит, ты ему, типа, выбей зубы, там что-то такое, приточи ему зубы и ответь ему так. Из-за него бы не выявил Бог. Типа, он бы не вышел из Египта, он бы не сделал бы. То есть, ответ идет не ему в прямом лице, да, в прямом лице. А ответ идет в третьем лице, как будто бы о нем говорится, но не ему. И что это значит? Это значит, что ему ты отвечать не должен. Потому что, когда он на тебя нападает, он злодей или он насмешник, то любая на него направленная, направленная на него информация, она вызывает у него противоположный эффект. Но когда ты объясняешь кому-то, а он слышит, то ты достигаешь двух вещей. Первая часть, которую ты достигаешь, то ты спасаешь остальных от его влияния. Это первая часть. То есть, ты должен объяснить другим сыновьям, что он не прав. Второе, когда информация не направлена на него, ему нечего возразить. Он не будет, то есть, ты с ним не беседуешь. Ты беседуешь с кем-то, он слышит. Возможно, он услышит, возможно, не услышит. Но когда информация на него не направлена, ему не надо на нее реагировать. То есть, ты не включаешь у него систему защиты. Поэтому, это был ответ Борису Малярову. Им надо давать информацию, но не доказывать ничего. Когда ты ему доказываешь, ты, наоборот, достигаешь противоположного эффекта. Когда ты доказываешь ему что-то, ты достигаешь противоположного эффекта. Вот кому-то плохо слышно. А ну-ка, поставьте, пожалуйста, по десятибальной шкале, как меня слышно. По десятибальной шкале поставьте оценочку, как слышно. Мы поймем тогда, или есть проблема в передаче, или у кого-то не работает звук. Давайте, пожалуйста, напишите по десятибальной шкале, по десятибальной шкале, как меня слышно. Качество звука. Напишите. Десять-десять. Все. Максиму слышно хорошо? Да. Хорошо. Кому еще как слышно? По десятибальной шкале напишите, пожалуйста, как меня слышно. Очередно, да, плохо доходит, потому что, видите, не пишут даже, как меня слышно. Или что-то с фейсбуком. Сто процентов. Если Сари Хазан хорошо слышно, все. Все. Первых три ответа десять, значит, восприятие, может быть, с интернетом что-то у принимающей стороны. Все, двигаемся дальше. Значит, здесь объясняет нам десятый отрывок. Начало божественной мудрости, страх перед Богом. Познание святых разумения. Значит, как работает система. Есть человек. У человека есть запрограммированные потребности, которые двигают им по жизни. То есть, это то, что управляет мышлением, хоть это Марина Вайштейн, хоть это Виталь Аптин, хоть это Анна или Саша Пятишкин. У всех одинаковая история. Все хотят кушать, все хотят пить, все хотят спать, все хотят, чтобы было тепло. То есть, тело человека, оно запрограммировано на выживание. И этот сигнал очень сильный. Прямо выживать надо, любыми путями человек не думает, как, но выживать. Мошек и мясорубь знают это, да? И тело рулит. Если ты плохо себя чувствуешь или хочешь кушать. У тебя все знают, например, если я хочу кушать, мне ничего не надо. Все, вообще ничего не надо. Когда я хочу кушать. Теперь дальше. Дальше у человека есть уровень потребностей, который определяется уже дальше воспитанием. Воспитанием. Его воспитали, его запрограммировали, ему объяснили, что хорошо, что плохо, к чему надо стремиться, к чему не надо. Какой ты? Ты лидер, ты не лидер, ты должен, ты не должен. То есть, часть из этого есть у человека склонность природная, но большая часть, это уже дальше идет воспитание. Большая часть потребности идет воспитание и влияние окружения. Теперь и вдруг на человека нападает Тора. Не нападает Тора, а он узнает про Тору. Если он родился в Торе, отлично. Если нет, то тогда ему сообщают, что есть правила поведения, питания, мышления, которые совершенно отличаются от того, что ты видишь своими глазами. То есть, ты не можешь увидеть рай, ты не можешь увидеть грядущий мир, ты не можешь увидеть Бога, ты не можешь увидеть шаббат. Шаббат имеется в виду, что вот наступает шаббат, и вот этот момент захода солнца, это уже шаббат или выход звезд. То есть, ты не можешь увидеть добро и зло, и ты, то есть, есть некая интеллектуальная система, которую ты узнаешь. И дальше специально Бог так сделал, чтобы эта интеллектуальная система и твои потребности животные, они вступали в противоречие. То есть у человека его животные потребности и интеллектуальная система, они с самого начала, когда Бог сказал, от этого дерева не кушай, а это змея, змей вот этот, да, он сказал женщине, посмотри, какой плод красивый-то, а? Да, что ты смотри, вот посмотри, и она посмотрела, и он был желанный, вожделенный, то есть она хотела его скушать, он красивый, он хорошо пахнет. И этот змей ей говорит, послушай, кто тебе сказал, что нельзя кушать? Кто тебе сказал? Где муж твой сказал? Что мужа надо слушаться? Что ты мужа слушаешься? Кто он тебе такой, этот муж? Этот Адам это, да? Вообще, что его, Бог сказал? Ты сама Бога видела? Ты сама Бога слышала? А, это все забудь. Это с первого момента началось вот это вот, как раз отрицание, отрицание божественной воли. И, значит, эта женщина действительно посмотрела, да, типа, хочу, я хочу скушать этот плод, подумала она. Теперь дальше идет интеллектуальное объяснение, как себе объяснить, что это можно. И этот змей, он ей говорит, а, говорит, если все-таки, если даже Бог сказал, что его нельзя кушать, так это он почему сказал? Потому что он не хочет, чтобы ты стала таким же, такой же, как Бог. Он тебе запретил, а если ты скушаешь, так ты станешь такой же, как Бог. Все. И она скушала. Понятно, да, идея? Это вот, все в этом зашифровано, внутренняя противоречия человека против Торы. Первое. Я не слышал, что мне Бог сказал. Мне передал кто-то. То есть, Тору же мы можем услышать только от пророков и мудрецов. То есть, это интеллектуальная некая история, о которой мне рассказали. А то, что я хочу, вот это мое, хочу нарушить, хочу сделать, хочу поступать так, как только я хочу, а никто мне что бы не говорил. Это все идет в противоречие. Понятно? Теперь, поэтому здесь написано в 10 отрывке. Начало божественной мудрости – страх перед Богом. Только страх сильнее, чем физиология. То есть, страх – это эмоция, которая может перебороть все остальные желания. Страх – самая сильная эмоциональная сила, которая есть в человеке, энергетически. То есть, когда человек боится, он готов бежать, лететь, ну там, страшно у него сила просыпается от страха. Теперь, значит, говорит нам царь Соломон, начало божественной мудрости – страх перед Богом. Ты Бога бойся, Бог – хозяин мира. То есть, если он хозяин мира, все от него зависит, добро, ну то есть, будет у тебя еда, будет у тебя здоровье, будет у тебя там безопасность, все от Бога. Ты же не можешь это контролировать. Не можешь. Бойся Бога. То есть, или ты боишься многих вещей потерять жизнь, или ты боишься Бога. Если ты начинаешь бояться Бога, тогда у тебя любое даже сомнение, ты будешь трактовать в сторону, в сторону надо сделать. Например, стоит перед Радик Ицкаком Истахаровым, стоит перед ним 10 стаканов воды. Он очень хочет пить, реально хочет пить. Но в одном стакане яд, от которого можно умереть сразу, один глоток и умер. Будет Радик Ицкак Истахаров пить? Я уверен, что не будет. 10% то есть, он будет терпеть, пока не уже все, выхода другого нет. То есть, он будет терпеть, потому что, ну, я хочу пить, да, я хочу пить, но можно же умереть. 10% вероятность. Хорошо, он хочет пить, хочет пить, у него стоит 100 стаканов, один стакан яд. Один стакан яд. Что? Он подумает, так, один процент, что я сейчас могу один глоток и умереть. Он будет, я уверен, держаться до последнего, чтобы не попить воды. То есть, если будет возможность попить воды без страха умереть, то, естественно, что он выберет? У него тут 100 стаканов воды и один из них отравленный. А надо километр пройти для того, чтобы попить 100 стаканов. Там стоит 100 стаканов воды и ни одного отравленного. Что выберет Радик Ицкак и Сахаров? Конечно, он выберет пройти километр и выпить воды без страха умереть. То же самое с Торой. Если ты включаешь страх перед Богом, и ты понимаешь, что там суббота, и ты думаешь, так, соблюдать мне шаббат или нет? Там я еврей, например, евреи должны соблюдать шаббат. Прям обязаны. Обязаны вообще, евреи должны соблюдать шаббат. Все, Бог сказал, это знак союза. Все, евреи соблюдаешь шаббат. Сидит такой еврей и думает, я хочу на пляж. Я в субботу хочу ехать на пляж. В Израиле на машине поеду на пляж отдохну. И тут он думает, а я же Бога боюсь. Это у меня следующая неделя, я могу работу потерять, в аварию попасть, заболеть. Там куча всяких вещей может со мной случиться, если Бог снимет свою защиту. Да, он думает, а Тора правда? Не знаю, но один процент у меня есть. Есть. Он думает, ладно, я тогда в субботу пойду в синагогу, а в воскресенье поеду с утра в 5 утра, поеду на море, покупаюсь. В 5 утра, встану в 5 утра. Это сложнее? Это как со стаканами воды. Да, это сложнее. Это чуть-чуть сложнее. Но если ты боишься Бога, так ты готов к этой сложности. Поэтому говорит нам царь Соломон в 10 отрывке. Тхилат хохма, начало божественной мудрости, принять вот эту Тору, божественную мудрость, страх перед Богом. Дальше идет следующая стадия. Да, ведаат к душим бина. Познание святых уже там включается разумение. Дальше, по-простому, ты от страха перед Богом принимаешь Тору, но когда ты уже стал святой. А кто такой святой? Святой это тот, кто отдалился от зла. То есть в момент, когда человек отдаляется от зла, в этот момент он становится святой. Он отдаляется от зла. И в этот момент он становится святой. И в этот момент начинается бина. У него включается бина, это разумение. Разумение, он начинает понимать суть вещей, видит причинно-следственные связи, видит, как оно все разворачивается, и в этот момент он уже начинает видеть великую мудрость Торы, великую ее красоту, доброту, любовь и так далее. И он вдруг, когда он уже принимает для себя решение соблюдать шаббат, в этот момент ему шаббат открывается как новый мир, как вход во дворец, то есть ему уже становится понятна суть этого замечательного дня, когда ты на сутки отключаешься от внешнего мира, от суеты, когда ты на 24 часа, ты прикрепляешься только к Богу, и ты говоришь, все, я спокойно на тебя полагаюсь, 6 дней работай, я что-то там делал, 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 а теперь день я просто плываю. Я плыву по течению и воспринимаю мир таким, какой он есть, полагаюсь на Всевышнего, то есть я знаю, что из 6 дней моя работа делается, не то, что я делаю работу, то есть в этом смысл шаббата, что ты этим днем подтверждаешь, что ты веришь в Бога, и что ты действительно понимаешь, что Он управляет всем твоей жизнью. Написано, что шаббат это 1,6 грядущего мира, и когда ты включаешься в шаббат, ты начинаешь чувствовать карат или шаббат Онек, назовешь ты шаббат наслаждением, и у тебя, значит, все включит тебя в божественную реальность, станешь ты святой. И 11 последний отрывочек написано так. И я сегодня вот этот отрывочек, даже я его сфотографировал отдельно на телефоне, и подчеркнул, выделил я комментарий к нему Раши. Раши сказал, что здесь написано не только, что умножатся твои дни, и добавят тебе годов жизни. Раши это сказал так, что когда ты включаешься уже в Тору, когда ты принимаешь Тору и соединяешься с Богом, ты начинаешь действительно от страха. Ты начинаешь от страха, но когда ты включился, умножились у тебя годы жизни, то есть ты уходишь в вечность, это уламаба, рай там и так далее, и добавят тебе годов жизни в этом мире, это богатство, почет, то есть у тебя все твои жизненные потребности будут реализованы и в этом мире, и там. То есть, но включиться в Тору ты можешь только через страх, потому что так оно работает. Все, вот у нас есть четкая схема, как включиться в Тору через страх перед Богом, потом идет познание святости, потом идет и умножится у тебя в Ирбу Ямейха, и умножится дни твои в Иосифу Леха Шнот Хаим. Это как благословение. Все, на всех нас благословение, прям одиннадцатый отрывок девятой главы в Мишле, киби Ирбу Ямейха в Торе, и через Тору связь с Богом умножится дни твои в Иосифу Леха Шнот Хаим, и добавить тебе годов жизни, жизнь в этом мире, жизнь в грядущем мире, все. Идем учить Тору и выполнять заповеди. Все, всем удачи, успехов, всем хорошего, прекрасного дня.